Элементарное доказательство, которое я вам сегодня расскажу, придумано довольно недавно. Мне оно очень нравится, потому что трудная комбинаторная формула получается как естественное упражнение по школьной аллергии. Значит, смотрите, у нас уже пора формулировать задачу. Есть таблица, у нас есть таблица, которая состоит из клетчих. И устроена к следующему опыту. Значит, у нее есть левая верхняя клетка, дальше несколько клеток сюда. Вот, смотри, я рисую сейчас типичную таблицу, с которой мы сегодня будем ее делать. Вот она довольно большая, мной нарисована. Надеюсь, что все понимают, что такого типа таблицы можно нарисовать много. Значит, как получать любую такую таблицу? А вот, берете произвольный прямоугольник, и из него вырезаете следующим образом. Если взяли клетку, то все, что под ней, и все, что справа от нее, вы убираете. То есть, если эту клетку взяли, то вот это все надо тоже вырезать. Потом берете какую-нибудь еще клеточку. Ну, например, вот так. Вот это все тоже вырезаете. И таблицы, которые можно получить таким образом, мы сегодня и будем изучать. Значит, каким свойством они все обладают. Если они содержат клетку, то и целиком такой прямоугольник, они тоже в своем составе содержат. Теперь, я буду заполнять эти таблицы числами. Принцип такой, здесь обязательно стоит единица, двойку разрешено ставить сюда или сюда. Например, сюда. После этого тройку разрешено ставить сюда или сюда. Ну, например, сюда. Теперь четверку можно ставить сюда, сюда или сюда. Пятерку теперь можно ставить сюда, сюда или сюда. Например, сюда. Шестерку сюда, вот сюда нельзя. Сюда или сюда. Обратите, пожалуйста, внимание. Все время в процессе расстановки чисел, у меня таблица, там где расставлены числа, имеет правильную форму. Вот сейчас можно поставить семерку или сюда, или сюда. 8, 9, 10, 11, например, 12, 13, 14, 15, 16, например, 17, 18, 19, 20, сюда не тянем. 21, 22, 23. Заметьте, в последнем веке я исполняю уже независимо от своей воли, уже обязан. Такой вопрос, на который мы сегодня дадим ответ. Сколько способов это сделать? Давайте, я описал процесс довольно долго, давайте четко сформулируем. Это правило, которым соответствуют, которым должны будут творять эти таблицы. Правило очень простое. При движении слева направо чисто, что делают? Увеличивают, возрастают. При движении сверху вниз, то же самое. Причем так в каждом столбце, и так обстоит дело в каждой строке. Я сейчас, разумеется, не в состоянии забраться с этой таблицей, потому что 23 клетки, это просто нереально. Но, я могу взять табличку поменьше и решить задачу для нее. Например, я возьму таблицу такую. Здесь три клетки, здесь у меня будет две клетки, и здесь еще две клетки. Ничего особенного в этой таблице нет. Это семь клеток. Я просто хочу показать вам, объяснить, как это будет считаться. Значит, господа, смотрите. Понятно, что единица будет обязательно один. А вот для семерки, на самом деле, два варианта. Семерка появится или здесь, или здесь. Давайте я сделаю так. Я нарисую таблицу два раза. И в одном случае я напишу семерку сюда, а в другом случае я ее напишу сюда. Замечательно. Теперь давайте подумаем для вот такой вот таблицы, где находится шестерка. Здесь, там? Нет? Не ли. Сюда? А как вы тогда это сделаете? Нет, это будет здесь. Шестерка здесь. Дело в том, что семерки, представьте, что ее нет, тогда у этой таблицы вот эта вот самая нижняя правая клетка, шестерка обязательно здесь. А вот здесь для шестерки один из трех вариантов. Это действительно правда. Хорошо. Видно, что я начинаю запутываться. Правда? Туда написал, туда написал. Я сейчас нарисую еще несколько картинок, и тогда будет совсем плохо. Ребята, давайте я поступлю так. Я возьму и нарисую всевозможные таблицы, которые можно получить, отрезая от этой таблицы наклеточки. Это на самом деле не так сложно. Возможно, что таблица состоит только из одной клетки. Может быть, вот так. Может быть, так. Согласны? Может быть, так. Может быть, так. На самом деле, их не так много. Мне главное не запутаться, потому что иначе я понимаю, что мы обязательно получим неправильный ответ. Так, бывает. Бывает, между прочим, такая буква К. К, да? Так, ну что? Что еще? Еще бывает табличка размером 2 на 3. Так. Бывает таблица вот такая. Интересная. Что еще бывает? Я немножко виноват, что начал работать без системы, и поэтому запросто могу сейчас запутаться. Так, ребят, кто-нибудь найдет у меня ошибку? Последний. Четвертый элемент можно перевернуть. Чего-чего? Четвертый элемент можно четвертый. Какой еще четвертый элемент? Вот этот? Да. Куда его перевернуть? Вот так? Он перейдет сам себя. А он перейдет сам себя. Вот так? Так нельзя. Эта клетка должна остаться в таблице при любой системе. Ну хорошо. Теперь... Вот этот? Ход коню. Ход коню. Это вы что имеете ввиду? Оставить только такие клетки? Нет. Нельзя. Оставить их так? Горизонтальные, одна снизу. Что? Три горизонтальных, одна снизу. А, три горизонтальных, одна снизу. Это я право. Да. Спасибо. Спасибо, что меня поправили. Вот так. Отлично. Спасибо, что меня поправили. Значит, ребят, сейчас около каждой из этих таблиц я напишу, сколько способов расстановки чисел. Заметьте, здесь один единственный способ, ну понятно. Здесь, когда один способ я расставлю, здесь один-два, тоже один способ. Здесь один-два, это тоже один способ, понятно. А вот здесь, заметьте, либо один-два-три, либо один-три-два. Здесь два способа. Здесь один-два-три-четыре, или один-три-два-четыре. Здесь два способа. Теперь, наверное, я не хочу идти сюда, потому что, наверное, лучше сначала разобраться с этим. Смотрите, сюда пишешь единицу, сюда пишешь или два, или три, или четыре. То есть, возможно, вариант один, два, три, четыре, возможно, один, три, два, четыре, или, наконец, один, четыре, два, три. Это значит, что таких таблиц три штуки. А вот теперь, и это будет крайне важно для нашего с вами сегодняшнего занятия, давайте поймем, вот эта таблица стоит из пяти клеток. Значит, пятерка стоит или здесь, или здесь. Отдельно мы должны посчитать все случаи, когда пятерка здесь, и таких случаев будет три. И отдельно мы должны посчитать, когда пятерка здесь, и таких случаев будет два. Сколько будет всего? Всего будет пять штук. Понимаете смысл? Значит, еще раз, когда вот эта таблица, то в качестве последней заполняется или эта клетка, или таких таблиц, две штуки, или эта, и таких три. Всего пять вариантов. Очень хорошо. Давайте я теперь смотрю здесь. Единица в любом случае здесь. Дальше смотрим или два, три, четыре, или три, четыре, здесь два, или еще бывает два, четыре, а здесь три. Значит, таких три варианта. Хорошо. Значит, таких таблиц ровно столько же, сколько-то них. Потому что последней, шестой клеткой заполняется все равно она, значит, таких таблиц пять штук. Здесь, господа, смотрите, шестерка, нет, не шестерка, пятерка. Пятерка стоит или здесь, или здесь, я не знаю где. Если так, то мы имеем в углу Г, это три варианта. Если так, то мы имеем такую, лежащую в углу Г, тоже три варианта. Всего получается шесть вариантов. Недолго осталось. Если здесь вот убрать эту клетку, то получится вот такая таблица. Все ли? Пять. Пять клеток, запомнили, пять. Убрать эту клетку, будет шесть вариантов. Пять, шесть. Одиннадцать. Если убрать эту клетку, кстати, я ее нарисовал такую лежащую? Нет. Не нарисовал. А что ж вы мне сказали? Что ж вы мне сказали, что я ее забыл? И сколько таких штук? Тоже пять, правильно? Вот. Если убрать такую, это будет пять. Пять, шесть и пять, это? Это шестнадцать вариантов. Здесь пять. И теперь мы можем решить задачу. Если убираешь такую клетку, то вариант в пять. Если убираешь такую клетку, то вариант в шестнадцать. Сколько получается всего? Двадцать один. Значит, ребята, я могу так рассказывать когда-нибудь. Понимаете, если деньги буду платить, я могу нарисовать таблицы, для каждой таблицы считать, сколько вариантов, и буду безбедно жить, выполнять свою математическую работу. Если же вы меня лишите финансирование, то придется эту лекцию считать. В большинстве комбинаторных задач, собственно говоря, так все и бывает. То есть вот комбинаторная задача. Что произошло? Мы написали некий регурентный способ, да? То есть от любой таблицы отрезать вот такие вот самые клетки, для которых нет ни правее, ни ни ниже никаких клеток. Их вот мы так отрезаем, смотрим новые таблицы и считаем, считаем, считаем. Но оказывается, что для этой задачи есть явная формула, которая работает во всех случаях, в том числе и для таблицы вот этой формулы. Давайте я напишу эту явную формулу, сравню для вот этой таблицы, и посчитаю, сколько на самом деле существует вариантов выполнения этой таблицы. А потом расскажу, и это есть на содержании своего учителя лекции, а потом расскажу, собственно, ее доказательство, почему это так всегда. Оказывается, нужно взять и для каждой клетки вычислить длину ее крюка. То есть определение. Крюком вот этой клетки называется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Штука, состоящая из этих 8 клеток. Длина крюка равна 8. Для этой клетки длина крюка равна 1. Для этой единицы, для этой единицы, вот для этой 2 крюк состоит из 2 клеток. Для этой клетки крюк состоит из 4 клеток. Давайте я проставлю все длины, и вы, надеюсь, поймете, здесь крюк вот такой из 3 клеток. Здесь 2-клеточный, здесь 4-клеточный крюк, здесь 4 клетки, здесь 1, 2, 3, 4, 5, здесь 6-клеточный. Раз, два, три, четыре. Пятиклеточник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, девятиклеточник, да? Резвиз. Да, по-моему, девяти. Здесь степеньклеточник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь клеток. Две клетки. Трюбленной три клетки. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Пять клеток. Сколько? Точно девять. Так, хорошо. А здесь? Десять. А здесь? Одиннадцать. Нет, я рад, что повышает. Вообще, кредит я считать умею. Ребята, у меня же проблема не в этом. Проблема в том, что вы запомнили определение. Проблема в подсчете клеточек. То есть, видите, форум потрясающей красоты. Я помню, когда я был студентом, это начало 80-х годов, Александр Александрович Кириллов, замечательный фематский лектор, рассказывал про эту задачу. Ну, разумеется, не так, как я вам сейчас для школьников. Он рассказывал про это у нас в курсе к теории представлений для студентов Мехмата. Я очень хорошо помню, что он тогда всячески изнялся в любви, потому что удивительно красивая красота. Оказывается, для того, чтобы узнать количество способов красота и числа, надо взять число 23 фактура. 23 фактура, я сейчас не пленюсь, но полностью выпустить. И разделить на произведение длин всех трюков. Между прочим, да, сначала, даже непонятно, а собственно, чем делится. Конечно, вверху числа в основном побольше. Так, все видят, откуда я делаю число. Я просто иду по строчкам. Вот сейчас 6, 5, 4, 2, дальше что там? 3, 2. Увидели? Я единственные пишу, потому что на них бессмысленно делить. Вот это и есть формула предприятия. Сейчас я, конечно, возьму тряпку и посчитаю. И посчитаю ответ. Это, кстати, не так просто, это некое время потратиться на это. Значит, посмотрите. Так, все, я просто тряпку. Представьте, все, 7 и здесь 7. Вы видели, да? Вот, дальше, двойка и девятка, и вот это вот число 18. Я сейчас и все просто иду. 11 и здесь вот число 11. 5, 3, а здесь 15. Хорошо. Дальше, что у меня есть? Интересно, девятка, она ей нормально, девятка с этой девяткой сокращается. 2 и 4 с этой восьмеркой, 10 и 10 сокращаются. Так, вот эта шестерка с этой шестеркой. Заметьте, пока все идет прекрасно. Так, двойка и восьмерка с числом 16. Так, четверка с четверкой, шестерка вот с этой шестеркой. Так, 5 и 4 с числом 20. 7 с короби 3 сокращаются с числом 21. Ну, ребята. Слушайте, это в общем немаленькое число. Почему 22 нужно? Да, он 22 ничья. Что, я 22 ничьи не раз написал? Ну, видите, там дверя шутка. Не понял. А 21 я тоже написал два раза? Нет. А, я просто написал 22 с двух причем, да? Ну, ладно. Так, а сейчас на ней будет реально. Получилось число довольно большое. Получилось число довольно большое. Но сейчас нам с вами нужно хотя бы для некоторых из этих таблиц проверить. Давайте определять и проверить. Быстренько расставлю длины крюков. 1, 1, 2, 4, 2. Здесь трюк длины 3. Здесь трюк длины 5. Клеточка у меня 7, поэтому надо взять 7 патериалов. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, один не интересный писатель. Надо делить на 5, 4, 3, 2 и еще раз 2. Смотрим, 5, 4 сокращается с этими числами. 3, 2 сокращается. Двойка с шестеркой дает здесь тройка. Получилось число 21. Помните, мы просчитывали все эти таблицы для того, чтобы получить число 21? По формуле крюков это получается, как видите, очень быстро. Сейчас. Так, ребята, я не буду для каждой из этих таблиц проверять формулу крюков. Пожалуйста, там, самостоятельно посмотрите, да. Сейчас я делаю простую вещь. Я расскажу вам о числах сочетаниями и о числах каталанов. Дело в том, что и для числах сочетаниями, и для числах каталанов у вас есть... Ну, про числах каталанов не все знают, но тоже такая популярная учебная тема. У вас есть формула, и, соответственно, мы просто проверим, соответствует ли это формуле крюков или нет. Для того, чтобы встретиться в этой задаче с числами сочетаний, нужно нарисовать вот такую вот таблицу. Она состоит из нескольких клеток вправо и нескольких клеток вниз. Я ее сейчас заполню как-нибудь. Смотрите. Для того, чтобы заполнить всего 11 чисел, при этом число 1 вынуждено находиться здесь, поэтому его и без смыслов, да. А для того, чтобы заполнить эту таблицу, нужно сделать следующее. Из 10 чисел надо произвольно выбрать 4 для того, чтобы их написать сюда. После того, как вы знаете, какие числа будут написаны в вертикальном столбце, или что-то же самое, если вы знаете, какие будут написаны в горизонтальном, дальше они просто уже по порядку возрастания стоят и все получается. Так вот, как известно, число сочетаний вычисляется по следующей форме. Надо взять 10 факториалов и разделить на 4 факториала и на 6 факториалов. Видео, я сейчас не буду, это, в общем, тема отдельного занятия. Желательно, чтобы это как можно раньше вы знали, это сильно важно оставить. Так вот, господа, давайте же посмотрим половину крюков. Для этого мы в нашей таблице должны посмотреть, какие длины крюков и 11 факториалов разделить на эти самые длинные крюков. Ну, нет, ничего проще. Крюки мы уже научились вычислять. Здесь крюк длины 1, длины 2, длины 3, длины 4, опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вся таблица это крюк вот этой клетки. Значит, 11. Господа, по формуле крюков я должен 11 факториалов разделить на произведение следующих чисел. Числа 11, 6 факториалов и 4 факториалов. Но понятно же, что 11 факториалов и 11 сократятся, и как раз получится 10 факториалов разделить на произведение факториалов чисел 6 и 4. И ровно так же обстоит дело с любой таблицей такого года. Значит, смотрите, если у нас имеется табличка, состоящая из столбца строчек, если в строчке, вот представьте себе, вот здесь вот всего М чисел, а здесь вот у нас Н чисел, то длины крюков будут такие, 1, 2 и так далее. Итак, надо разделить М плюс Н плюс 1 факториал, это общее количество клетки 12, на эти самые числа. Крюк вот этой клетки, это М плюс Н плюс 1. Значит, надо делить на М плюс Н плюс 1, а также на М факториал и на Н факториал. Отлично. Ну, сокращается, получается М плюс Н факториал, и получается абсолютно стандартная формула для чисел сочетаний. Теперь посмотрим на чисел каталантов. Вообще есть очень много разных определений чисел каталантов. Давайте я дам вам то, которое является одним из наиболее стандартных, и в нашей задаче его очень, естественно, понятно. Значит, господа, представьте себе, что у нас имеется табличка. У нас имеется табличка, прямоугольник в две клетки высотой и в Н клеток шириной. Я напишу сейчас какое-нибудь заполнение его числами, соответствующее нашей задаче. Значит, напоминаю, в каждой строке возрастание, в каждом столбце при движении сверху вниз тоже возрастание. И теперь рассмотрю 14 позиций, запомнив первую, вторую, четвертую, пятую, седьмую, десятую и одиннадцатую открывающими скобками, а третью, шестую, восьмую, девятую, двенадцатую, двенадцатую и четырнадцатью догадается с какими? Молодцы. Первая открылась, вторая открылась, третья закрылась, четвертая, пятая открылась, шестая закрылась, седьмая открылась, восьмая, девятая закрылась, десятая, одиннадцатая открылась, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая закрылась. Господа, это в точности правильная скобочная структура. В данном случае 7 пар скобок. Давайте я по номеру 1, 2, 3, 4, 5, 6. Четко видно, что открывающие скобки, это номера стоят в верхнем ряду, а закрывающие скобки, это номера стоят в нижнем ряду. Так вот, это действительно одно из определений чиселекталов. Так, теперь я, ну давайте я рядом выпишу. Так, ребята, важно понимать разницу между длинными крюков и заполнением такими числами. Когда мы заполняем числами, то числа от единицы до n, где n это количество клеточек. А крюки, так, ну крюки к крюке. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, ставлю длины крюков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, не один, два. Здесь крюклины два. Дальше крюклины три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрите, что нужно сделать. Нужно четырнадцать факториал разделить на семь факториал. Это произведение длин крюков чисел, клеточек нижней строчки. И, на самом деле, единица, есть метод, ни на что не влияет. И восемь факториал. Таким образом, если бы я взял n клеток, то я должен был бы сделать так. Я должен был бы число 2n факториал разделить на n факториал и на n плюс 1 факториал. Ну, господа, в общем виде эта формула выглядит так. Это значит, надо взять число сочетаний из двух n по n и разделить его на n плюс 1. Да. Так, те, кто занимались числом каталана, скажут, что такая формула есть. Ну, а те, кто не занимались, пусть это для вас будет приятным болтом узнать, что-нибудь о числе каталана. То есть, господа, формула оказалась верна. Действительно, если человек изучал число каталана, то он признает, что именно такая и была явная формула для них. Значит, вот число сочетаний я объясню. Впрочем, число каталана тоже формула совпала, но, впрочем, это не означает, что мы ее доказали. Значит, сейчас будет не очень сложное доказательство, но оно все-таки состоит из нескольких этапов. Я должен добиться, чтобы вы какие-то вещи хорошо поняли. И поэтому давайте сделаем так. Я сейчас буду работать с таблицей, которая здесь у нас с вами выписана. Я, конечно, молодец, что уже один раз присчитал, вернее, не присчитал, а довел до некоторого произведения. Количество способов с этой самой таблицы не доказалось. Но, но, страдая, на самом деле мне нужно сейчас немножко другое. Мне сейчас нужно увидеть здесь некоторую затронеменность. Боюсь, что многие из вас сейчас смотрят и думают, что, ну, как, ну, есть, конечно, определение, да? Есть, конечно, есть определение. И, ну, казалось бы, больше никаких, никаких, никаких закономерностей и нет. На самом деле, на самом деле, все-таки закономерности есть. Значит, ребят, смотрите, 1, 1, да, замечательно, 3. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, в курсе, между числами 1 и 3. Какое число внутральное движение? Что? 2. 12. Вот здесь 5 не хватает. 3, 4, а здесь чего не хватает? Так? Впереду. 6, 7, а здесь чего не хватает? 8. Замечательно. 9, 10, 5, и все. Вы, конечно, считаете, что это сейчас совсем смешно. Вот. Скажите, пожалуйста, зная числа 11, 9, 6, и 3, как-нибудь я могу получить числа 8, 5, и 2? Вот интересно. 8, 5, и 2. Что-что? 6, 6, 7, минус 10. Да, это почти. Значит, это 11, что? Нет, я не знаю, что это. 11 минус 10. 11 минус 10, здорово. А это? А это? 6, 6. А это? 6, 7, 7, 7. И, конечно, цель. 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 5, 8, 8, 8, 9, 7, 7, 6, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. То здесь вот не может быть 58, правда? Да, здесь есть какая-то связь. Вот, поэтому я буду делать следующее. Я постараюсь все, что мне нужно для решения сегодняшней задачи, выразить исключительно через вот эти числа. А именно через крюк крюки клеток левого столбца. Разумеется, я точно так же мог бы все выклить через крюки чисел верхней строчки, но надо было какое-то решение принять. Значит, итак, итак, господин, я, смотрите, что делаю. Значит, я говорю, что вот у нас есть 23 факториала, и мы это число, по идее, должны разделить на такие числа. На 11, 10, 9, 7, 6, 4, 3 и 1. Ну и еще на трехи следующих строчек. Согласны? Следующий, следующий строчек. А если не так? Я разделю на 11 факториалов. Вместо этого я напишу просто щедро 11 факториалов. Но зато в числитель впишу 11-3, 11-6 и 11-9. Повторяю, цель состоит в том, чтобы избавиться от всех вот этих воротников. Чтобы формула выражалась только через числа 3, 6, 9 и 11. Кстати, ребята, я не доказал, что в общем случае будет так. Это мы потом еще докажем. Но, во всяком случае, для нашей таблицы пока ничего не произошло. Согласны? Хорошо. Теперь надо делить на 9, 8, 7, 15. Надо, так надо. 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1. Скажите, пожалуйста, какой здесь сок опущено? 3, а еще 6. Замечательно. Но, между прочим, эти пропущенные числа 3 и 6, это же 9-6 и 9-3. Поэтому я делаю это очень просто. Я сюда вписываю 9-6 и 9-3, а в знаменателе вместо этого пишу 9 материалов. Надеюсь, вы понимаете, что осталось чуть-чуть, да? Еще две строки. 1, 2, 4, 6, 5. Пропущены. Пропущено одно число, тройка. Значит, я пишу сюда 6 материалов, а эту самую тройку, в виде 6-3, вписываю в числитель. Ну, а внизу у меня все числа присутствуют, поэтому я просто разделю на 3 материалов. Ребята, вверху у меня следующее. Осталось число 23 материалов. Ну, в общем случае, это, конечно, записывается как n материалов. Где n – это количество клеточек в нашей таблице. А домножается это на всевозможные произведения. Интересно, я просто произведение чего. Ну, надо их как-нибудь обозначить. Давайте обозначим эти числа таким образом. Это у меня будет называться L1. Это L2. Ну, ничего остального не считать в этом. Просто не нужно, чтобы было какое-то обозначение. То есть, длины крюков этих клеток обозначаем L1, L2, L3, L4. Так вот, здесь у меня будет такая история. LKT минус LN, внимание, где k меньше, чем m. По всевозможным. Ну, естественно, k у меня больше или равно 1, меньше или равно 4. Это ничего не буду писать. В общем, видите, вот так. Всевозможные такие разности. А делить это надо на произведение всех факториалов. На произведение факториалов этих вот чисел. Замечательно. Замечательно. Что? Единственный у меня такой вот вопрос. Единственный у меня такой вопрос. Способны ли мы, зная числа L, найти длинный строчек? Ну, вот с этим числом легко. Эта строчка, это просто, она состоит ровно из трех клеток, да? А вот интересно, это состоит из чего? На самом деле, это L. Что? Это нужно вычислить единицу, правда? Замечательно. А вот эта строчка состоит из чего? Из... Надо 2-го вычислить. 3-2. Да. Значит, есть такая... Это я просто для того, чтобы не терять эту связь. Число N получается следующим образом. Надо взять L1 плюс L2 плюс L3 и так далее. Плюс сколько их там есть. Сложить все эти вязки. Вот. Но, поскольку N это на самом деле сумма длин строчки, то надо еще вычислить единицу, двойку и так далее, вплоть до числа K минус 1. Вот. Это просто потому, что зная числа L, зная набор числа L, L1, L2, L3 и так далее, мы с вами на самом деле способны найти число N. Так что, строго говоря, оно нам не особо трудно. Так. Значит, теперь мы с вами должны постихонечку наводить порядок на доске. Делается это так. Я ввожу новую функцию, которая будет называться M большое. У нее будет аргументную, эти самые наши L. И вычисляться она будет по тому самому правилу. Я сейчас просто переписываю формулу, но для того, чтобы у нас она никуда не исчезла с доски, при всевозможных переписываниях. Значит, итак, LKD минус LN разделить это на L1 фикториал, L2 фикториал и так далее, LKD фикториал. Вот она формула. На самом деле, это и есть та формула, которую мы сегодня будем доказать. Значит, для того, чтобы у нас что-то приятное произошло, давайте начнем вот с чего. С объяснения вот этих штук. Почему пропущенными оказались именно числа 2, 5 и 8? Ну, самый правильный ответ – это очевидно. В самом деле, самый правильный ответ состоит в том, ребята, что действительно это вполне очевидная ситуация. Ну, сейчас я попытаюсь как-то это пояснить. Значит, смотрите, возьмем, к примеру, среднюю строчку. Надо объяснить, почему число 5 обязательно будет пропущено. Для этого ничего, кроме цветного мела, не нужно. Вот просто цветы карандашиные, да? Просто, смотрите, что такое 6? 6 – это количество клеточек вот в таком крюке. Согласны? Что такое 11? Ну, это вот, 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 вот это все, правильно? Так давайте я сейчас нарисую разность между числами 6 и 11. Вот эти две клетки никуда надеваются, я их не буду рисовать никак. Эту клетку я поставлю в кружочек. Сюда я поставлю кружочек. Дальше вычитаю эти, поэтому не трогаю. Дальше сюда поставлю кружочек, сюда поставлю кружочек, сюда поставлю. И дальше я задаю вам простой вопрос. Можно ли из такой вертикальной штуки и такой горизонтальной сделать крюк, подходящий для этой таблицы? Нет. Почему? Потому что я, когда их подвожу сюда, то здесь есть лишняя, ну, лишняя клеточка, да? А если я попытаюсь сюда, то наоборот у меня получится, что крюк, ну как, здесь наложен, и получится больше. То есть смотрите, вот если я сюда поставлю, то клетка, 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 а здесь все это два раза пройденное. И это безобразие. Значит, настоящий крюк меньше, чем количество обведенных кружочек, да, вот этих зеленых клеток. А если я сюда поставлю, то крюк оказывается наоборот больше. Смысл поняли? Так, поскольку я очень боюсь, что на самом деле не поняли, то один, два, три, это все три на крюков, один, здесь крюк состоит из пяти клеток, заметьте, пропущено число четыре. Так, здесь один, два, три, здесь пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, здесь крюк или девять. Так, смотрите, какие числа здесь пропущены? Шесть, семь, восемь, да? Дальше поехали. Один, два, три, пять, шесть, семь, девять, двенадцать, это тринадцать минус один. Одиннадцать, тринадцать минус два. Да, десять, тринадцать минус три, класс. Тринадцать минус пять, это восемь, тринадцать минус шесть, семь, тринадцать минус семь, шесть, тринадцать минус девять, четыре, получил. И вот теперь смотрите, какое-нибудь место берем, ну, к примеру, семь. Ничего у вас особенного нет, просто крюк. Вот смотрите, вот есть вот крюк для арсенера, да? Вот так вот, как его отнять от тринадцати клеток? Да очень просто. Эти уже отнял, реально нужно отнять вот эту клетку, да? Что остается? Остаются в кружочках вот эти вот клетки, да? И вот, и опять, смотрите, когда мы сюда подгоняем, не получается. Когда сюда подгоняем, тут тоже не получается слишком много. То есть подумайте. Я не хочу дальше никак объяснять. Подумайте, и вам это станет очевидным. Значит, с этого момента мы будем доказывать вот эту формулу. Договорились? Вот она, формула. Формула Крюкова будет называться эта. А про все остальное, собственно говоря, можно уже и делать. Та же самая форму, и меня здесь есть. Я должен сейчас выписать рекуррентную формулу для количества способов исполнения таблицы. Вот конкретно для этой таблицы. Давайте посмотрим, ну, во-первых, какими числами котируется эта таблица. Вы уже знаете. Эта таблица создается числами 11, 19, 6 и 3. Так, количество способов давайте обозначать рукой К. Это первая буква русского слова «количество». Так вот, вы понимаете, что зная числа 3, 6, 9 и 11, вы таблицу полностью получаете. Правильно? Потому что вы знаете практически длинный строчек, а длинный строчек обрезу задают. Так вот, смотрите. Вот, как сказать, число 23 можно написать в одну из следующих клеток. Я просто сейчас поставлю на них стрелочек ровно 4 клетки. Их можно выбрасывать из нашей таблицы. Согласны? Или нет? Я вначале вам рассказывал, помните, что самое большое число расположено в клетке правее, ниже которой ничего нет. Вот, значит, итак, чтобы решить задачу для таблицы вот такой, мы на самом деле должны отрезать вот эту клетку и решить задачу для нее. Или отрезать эту клетку, решить задачу для нее. Или отрезать эту, или отрезать эту. Значит, на самом деле всего получается 4 числа. Значит, смотрите. Если вот этой клетки нет, то числа получаются такие. 11, 9, 6 и 2. Потому что, смотрите, когда мы убираем эту клетку, то крюки, вот эти, это вообще не замечательно. Дальше, когда я убираю эту клетку, на самом деле, что возникает? 11 не почувствовала, 9 тоже не заметила, 6 заметила, 6 превратилась в 5. И тройка не заметила. Хорошо. Так, ну, теперь давайте я напишу плюс и перейду сюда. Здесь 11 не заметила, 9 заметила и превратилась в 8 кнопку, 6 не заметила, тройка не заметила. И, наконец, вот этот плюсик, когда отрезаем эту клетку, это замечает эту клетку. Наверное, вы уже прекрасно видите, что я, наверное, слишком долго это объясняю. Нет, смотрите, просто от каждого из чисел у меня отнимается единичка. Поняли, знаете? От каждого из чисел у меня отнимается единичка. Поэтому формула, которая задает число К через предыдущие числа, выглядит очень просто. К, взятое от чисел L1, L2 и так далее, LKD. Это есть вот что такое. К от L1 минус 1, L2 и так далее, LKD. Плюс К от L1, L2 минус 1, L3 и так далее, LKD. Плюс и так далее, и так далее. То есть, это сумма К слагаемых, где мы с вами каждый раз от одного из этих слагаемых отнимаем единицу. То, что я сейчас сказал, не вполне правдой. Вернее, это правда, но... Понимаете, есть такой анекдот про Мехмат, что приходит первокурсник, его спрашивают, скажите, пожалуйста, синус бывает больше единицы? Что? Синус больше единицы? Думает первокурсник. Говорит, не, я не знаю. Запомните, молодой человек, говорит ему преподаватель, синус больше единицы не бывает. Идите два. Хорошо. Подходит второкурсник. Тоже такой же по интеллекту. Скажите, молодой человек, синус бывает больше единицы? Ну, вы говорили, что не бывает. Радостно отвечает он. Идите, молодой человек, два. Бывает. Понятно почему, да? Потому что синус, если знать только вещественные числа, он действительно от минус одного до одного. Если знать числа комплексные, то синус вполне бывает. Очень даже большой и комплексный. Все вопрос образования и учтетления. Так вот, то, что я сейчас сказал, это правда. Но просто я уверен, что вы еще не поняли, почему это правда. Ребята, к сожалению, кроме таблиц, которые я здесь написал, возможны еще таблицы вот такого вида. Давайте я ее прямо не записываю. Смотрите. Мы сейчас посмотрим, как наша формула для нее выглядит. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь. Раз, два, три, четыре, три, три, два, два. Так вот, на самом деле, если вы берете для числа девять, восемь, четыре, три, два, то правильная формула выглядит так. Эту клетку надо убрать. И это будет девять, семь, четыре, три, два. Или надо убрать эту клетку. И это будут числа девять, восемь, четыре, три и один. Слагаемых всего два. А я вам обещал, что всегда слагаемых будет К. То есть в данном случае я обещал, что будет пять слагаемых. Давайте же три слагаемых лишних я выложу. Это будет так. Это будет восемь, восемь, четыре, три, два. Это будет слагаемая девять, три, нет, извините. Девять, восемь, три, три, два. И когда я это уменьшаю на единицу. Так, я надеюсь, все понимают, да? Вот здесь я первое число уменьшил на единицу. Здесь я уменьшил на единицу третье число. И сейчас покажу, когда четвертое число уменьшилось на единицу. Это девять, восемь, четыре, два, два. Так вот вопрос. Почему эти три числа я туда написал, хотя на самом деле, ну, как-то их в настоящей формуле ответ. А потому что, когда прибавляешь ноль, то сумма от этого не меняется. Смотрите, господа. Конечно, на самом деле таких таблиц нет. Но если пользоваться нашей формулой, то в ситуации, когда какие-то два из чисел L оказались равны друг дружке, у нас все равно в числителе здесь стоит ноль. Согласны? Если вы будете пытаться вычислить вот эту, вообще, цель нашего сегодняшнего занятия, это понять, что число F это и есть число K. Согласны? Ну, F это у меня формула такая написанная. А я хочу доказать, что на самом деле эта формула задает некоторую комбинаторную величину, количество способов заполнения таблицы. Так вот, ребята, когда вы будете писать такую формулу, то в случае, когда из чисел L какие-то два окажутся равны, у вас просто будет нулевое слагаемое. И это самое нулевое слагаемое что? А? Ни на что не повлияет, правильно? Слагаемое не скащается, но любое слагаемое просто ни на что не повлияет. Хорошо. На самом деле, я еще должен вам кое-что сказать. Дело в том, что кроме такой таблицы, возможен вариант такой. А давайте мы для него посмотрим, потому что для него тоже будет нечто интересное. Значит, итак, у нас есть число K, взятое от чисел 13, 9, 7, 6, 5, 3, 2, и, внимание, еще от какого числа? И от числа 1. Что почему? Почему число 13, 9, 7? Ну, так, потому что, смотрите, когда вы будете отбрасывать это, это, или эту клетку, это соответствует уменьшению на единице числа 13, это нормально. Оно превратится в 12, остальных останутся. Или числа 9, это тоже нормально. Или числа 5, нормально. Или числа 5. Вот тут я сразу упираюсь в неприятности. Дело в том, что когда вы выбираете 1, то там получается число 0. А таблица, в которой 0 клеток, в 0 клеток, в крюк. Это непонятно, что такое. В общем, господа, я сейчас должен не только понять, почему эти числа равны 0. Это я уже понял. Они ничему не мешают, это замечательное. Я должен еще посмотреть, как ведет себя вот эта штука, когда LKT равняется 0. Потому что, смотрите, чего я хочу? Я хочу, чтобы при выбрасывании вот этой вот клетки у меня получилась бы таблица, в которой, ну, понимаете, да? В которой меньше строчек. Так давайте смотреть, что происходит, если в этой формуле LKT равно 0. На самом деле, ничего страшного. Стоп! Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Я очень неправ, ребята. Это ужасно. Извините меня, пожалуйста. Видите, да? Я здесь допустил стандартную электрику прошивку, написал формулу, написал формулу, не подумав о том, что я букву K использовал в двух совершенно разных смыслах. Простите меня. Здесь нужно написать что-нибудь такого типа, там, скажем, полежитое. Потому что у меня K это стало количество строчек, да? И понятно, что K, которая была здесь, K, которая здесь, это совершенно равный K. Извините за мое ошибку. Так вот. Пусть LKT равно 0. Вы понимаете, что тогда предыдущие эти факториалы собственно ничем не лучше, никто же. Правильно? Если LKT равно 0, то это никак не влияет на вот эти факториалы. А здесь происходит следующее. У меня есть скобки такого вида. L житое минус L катое. Это когда M равно K. То есть, просто L житое. Согласны? Все L1, L2 и так далее, LK минус первое. У меня появится в числителе в таком виде L1 минус 0, то есть минус 1 катое. L2 минус 0, L3 минус 0 и так далее. Так вот, господа, произойдет простая штука. Они все сократятся с этими факториалами. И на самом деле внизу появится L1 минус 1 факториал, L2 минус 1 факториал и так далее, LK минус 1 факториал. То есть, L-ки как бы уменьшились на единицу. Обратите внимание, когда вы из L житое вы читаете ленное, где M меньше K, ну и житое сис тоже, да? То можно каждое из них уменьшить на единицу и от этого разность не изменится. В общем, я не могу еще другое объяснять, но лучше один раз написать фонгу и сказать вам, проверьте, что она очевидна. Значит, ребята, формула такая, формула такая. F, взятая от чисел L1, L2 и так далее, LK минус 1, 0, это то же самое, что F, взятая от чисел L1 минус 1, L2 минус 1, и так далее, LK минус 1, L2 минус 1. Ну, на самом деле, конечно, мне бы надо еще проверить, что смысл числа N не меняется. Ну, я давайте напомню, напомню, что такое N, она была уже формирована. Значит, чтобы посчитать N, надо сложить все эти наши самые L-ки, и вычесть, как я вспомню, 1, 2 и так далее, вплоть до числа N-1. Так вот, смотрите, что можно сделать. Можно взять, забыть вот про это слагаемое, а последнее число, К минус 1, распределить по единице, вычитая из каждого из них. В общем, вот эта формула очевидна. Ну, в том смысле, что бессмысленно дальше идти тому, кто ее не понимает. Надо смотреть на формулу, смотреть на это и понять, что это значит. Таким образом, для того, чтобы мы сегодня с вами могли сказать, что F и K это одно и то же, мы должны сделать следующую простую вещь. По индукции. Посмотрите, дают ли эти формулы одинаковые ответы на самой простой таблице, а именно на таблице, состоящей из одной клетки. Да, дают. Потому что один факториал разделить на один факториал это действительно один. База инфекции верна. И мы с вами должны проверить, что вот это выражение удовлетворяет рекуррентной формулы. А рекуррентную формулу, я уже выписал, рекуррентная формула такая, что когда берешь несколько чисел, надо по очереди единичку вычитать. Согласны? Более того, мы уже поняли, что и вот этого мы не боимся, потому что на самом деле вот так, да, и это соответствует смыслу комбинаторному того, что надо. И мы не боимся таких, потому что они все равно нули. Значит, я могу полностью забыть о комбинаторе. И с этого момента я перехожу к алгебралической задачи. Наконец-то комбинатория полностью добыта. Все, никаких таблиц больше не будет. Абсолютно никаких таблиц больше у меня не будет. У меня есть только вот эта вот формула, ну она же написана на той доске, это не важно. Это формула для функции f. И моя цель состоит в проверке алгебраического должности. Пишу, теорет. f от Мы должны проверить такое алгебраическое творчество. Для каждого конкретного К это получается достаточно страшненько, но тем не менее формула. Моя цель доказать, что так всегда. Что эта формула выполнена всегда. Ну, разумеется, я потихонечку буду делать так. Значит, ребята, давайте смотреть, что у нас в левой части, что у нас в правой части. Значит, в левой части у нас N факториалов. И произведение вот таких вот разностей. И решитая минус N, а внизу факториалы, факториалы и не факториалы. Дальше не знаю пока, что это не доказано. Поэтому равно или не равно. Вместо N факториалов, здесь будет N минус 1 фактор, да? Потому что одно число уменьшилось на единицу. Дальше смотрите, что будет здесь. Здесь будет некое произведение, но при этом одна из земли уменьшилась на единицу. Это, конечно, можно написать формально, но давайте я объясню лучше. Здесь мы все такое. L1 минус 1 фактор, это то же самое произведение, только L1 уменьшилось на единицу. А все остальные эти остались следующие. Ну и еще много таких слоганий. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что я счастлив. Я умножу обе части на L1 факториал, L2 факториал, и LK факториал. Хотя бы знаменателем не станет. И я разделю обе части на N минус 1 факториал. Это уже резко облегчит работу. Значит, давайте посмотрим, что у нас с вами получится. Так, я последнюю точку не хочу стирать. В общем, пожалуйста, я не забыл. Все равно я ее помню. Все равно я ее помню. Значит, итак, умножили обе части на пределе факториалов. L1, L2, LK, и разделили на N минус 1 факториал. Что у нас получилось? Здесь у нас получилось число N, а вот как раз в голове буду писать. L1 плюс L2 и так далее. Плюс LKD минус 1 минус 2 минус K минус 1. Это у нас L. Умножить на произведение LGT минус LN, взятое по всевозможным KG меньше N. А вот дальше у нас вот что будет. У нас будет L1, умноженное на такое произведение с приветом. Произведение с приветом – это вот что такое. Это то же самое произведение, только вместо L1 надо написать L1 минус 1. Потом у меня будет оно же, только вместо L2 надо написать. Предпринимаете, да? И так далее. И, наконец, LKD, и здесь у меня будет так. Казалось бы, формула довольно сложная. Потому что в правой части K слагаемых, и увидеть, как эти самые слагаемые между собой не соотносятся, действительно довольно трудно. Однако тут на помощь приходит простая антисимметрическая идея. А именно идея антисимметричных функций. Сразу скажу, что такое антисимметричное. Вот, когда пишешь X плюс Y, это симметрическое выражение. Потому что, когда меняешь X и Y, то получается то же самое. А вот когда пишешь X с минусом, то при замене их местами выражение меняет знак. Значит, определение. Функция называется антисимметрическим. Если при перестановке любых двух букв выражение меняет знак. Так вот, ребята, если вы посмотрите на L, то вы обнаружите, что очевидным образом это выражение при перестановке местами двух букв меняет свой знак. Объясняю. N, как имеется, ничего из-за не бывает, когда поменял местами от 2L. Оно остается. Здесь тоже два факториала переставились, ничего не произошло. А вот в числителе раньше было из одного или вы читали другое, а теперь наоборот. Видите? Понимаете? Вот. Давайте я напишу вам такое выражение для случая трех букв и для случая четырех букв. И вы увидите, что это действительно очень просто. Для случая трех букв это так. A минус B, A минус C и B минус C. A это L1, B это L2, C это L3. Вот смотрите. Если меняешь местами, например, A и B, тогда вот эти выражения переставляются, а это меняет знак. Если меняешь местами A и C, тогда вот это меняет знак, а дальше интересно происходит. Смотрите, A и C поменялось. Здесь стало C минус B, здесь C минус A, и здесь стало B минус A. Какая история? Значит, вот эта вот штука поменяла знак, эта поменяла знак, и эта поменяла знак. Три выражения поменяли знак. Согласны? Ну, давайте для четырех букв посмотрим. A минус B, A минус C, A минус D, B минус C, B минус D и C минус D. Итак, господа, смотрите, если меняешь местами две соседние буквы, скажем, B и C, да? Что будет, когда меняешь местами B и C? Тогда вот это вот выражение поменяет знак, да? Это выражение поменяет знак. Когда B и C меняют, что вот эти поменяются между собой, и поменяются между собой вот эти. Видно, что выражение изменило знак. Когда, скажем, меняешь между собой А и Д, то будет хитрее. Какая здесь будет история? У нас многие выражения поменяют знак. Скажем, вот А и Д когда меняешь, здесь будет Д минус Б. Раньше было, казалось бы, Б минус Д, то есть знак поменялся. Здесь будет Д минус С, то тоже знак поменялся. Здесь Д минус А, на самом деле, это единственное, когда он подстоящий поменялся, потому что все остальное будет компенсировано. Здесь у нас с вами, я менял местами А и Д, поэтому осталось как было. Здесь будет В минус А, и здесь будет С минус А. Так, значит, здесь вот как раз поменялось, в общем, поменялось пять раз. Я не буду дальше объяснять, кому интересно подумать. Выражение является, чем является? Антисимметрично. Вот. Я сейчас докажу в высшей степени важную теорему. Звучит оно так. Любой симметрический многочлен – это произведение вот такой функции на симметрический многочлен. И тогда я объясню вам, что вот это выражение является антисимметрическим. После этого все будет кроме. Если оно у нас антисимметрическое, то оно должно делиться на вот это. Но, когда вы смотрите на степень, то обнаруживаете, что, собственно говоря, степень многочлена, она не меняется, когда одну из переменных на единичку уменьшили. Поэтому степень вот этого многочлена, она такая же, как степень этого, умножили на один степень и увеличилась на единицу. Значит, степени вот каждого из этих многочленов на единицу больше, чем степень этого. Поэтому, если правая часть делится вот на это выражение, то частная – это должен быть многочлен первой степени. Причем симметрический. Ну, а уж с симметрическим многочленом первой степени мы как-нибудь разберемся. Так, про их понятия. Пример неправильно понятен, да? Если это так, то давайте это выполнять. Значит, наверное, надо сначала сказать следующее. Господа, я должен просто проверить, что если функция f была антисимметрическая, то вот такая функция тоже будет антисимметрическая. Ничего, кроме сложности обозначений, на самом деле, здесь нет. Разрешите мне сделать так. Я все-таки возьму не к слагаемых, а конкретно четыре штуки. Я напишу это выражение в явном виде. И после этого так же, как мы вот здесь вот делали, я так же сделаю для четырех букв. Значит, итак, смотрите, смотрите, какая история. Значит, у меня есть, итак, f антисимметрическая – это донат. f – это антисимметрическая функция. От четырех аргументов, например, да? Тогда я рассматриваю такую вещь. f от а минус 1, b, c, d. Плюс f от а, b минус 1, c, d. Плюс, еще два слагаемых, f от а, b, c минус 1, d. И, наконец, f от а, b, c и d минус 1. Вот они, четыре слагаемых. Ребята, я сейчас должен просто взять какие-нибудь две буквы поменять, и вы увидите, что произойдет. Значит, чтобы зритель был вид, я черчу. Скажем, меняем местами, ну, для начала а и б. f от b минус 1, a, c, d. Плюс f от b, a минус 1, c, d. Так. Плюс f от b, a, c, d минус 1, d. И плюс f от b, a, c, d минус 1, d. Смотрите, когда его меняешь, знак меняется. Поэтому здесь как раз появится минус. Здесь поменяю, знак поменяется, и я получу первое слагаемое. Здесь поменяю, знак поменяется, и я получу второе слагаемое. И все, она отсидится. Ну, то есть также надо проверить а и с. В общем, можно дальше думать сами. Можно было бы это все выписать с такими обозначениями. Более того, в третьем номере кванта 2009 года это все выписано. Там есть статья о формула крюков. Это, я говорю, для тех, кто сегодня хоть что-то понимает, просто зайдите на сайт кванта, скачайте статью, там все нарисовано, показано. Это единственный способ понять, потому что иначе вы потом все забудете. А если посмотрите статью, то тогда наоборот все запомнится. Третий номер 2009 года, статья так и называется, формула крюков. Так вот, господа, антисимметричность я доказал. Теперь остались еще два пункта. Во-первых, осталось доказать, что любая антисимметрическая функция делится вот на такое вот произведение. А во-вторых, и это во-вторых, пожалуй, эта штука даже более красивая. Надо понять, почему, когда вы возьмете вот эту антисимметрическую функцию и поделите вот на эту, почему ответ будет такой. Давайте я с этого не начну. Вот предположим, что мы уже все заказали, все замечательно. Почему же частное будет таким? То есть точно, что частное, это многочин первой степени, это понятно. Как выглядит вообще, в принципе, многочин первой степени симметрический от чисел? А выглядит он так. С каким-то коэффициентом все числа. Понятно, что коэффициенты должны быть одинаковые, чтобы антисимметрический был симметрическим. Ну и еще такой целом. Это не от каких элик не зависит, а просто какое-то число. Оно может зависеть от числа А. Ну, собственно, оно и будет зависеть, потом мы поймем, что это та самая вот эта штука и есть. Так вот, как найти число А и как найти число Б? Ответ. Чтобы найти А, достаточно понять, какой старший коэффициент при самой высокой степени числа L1. Обратите внимание, вот здесь вот у нас домножается L2, L3 и так далее, LK. Поэтому по-настоящему большая степень L1, наибольшая степень L1 будет только здесь. Согласны? И при этом она будет уровень такая же, как в этом произведении. Потому что, когда вы от L1 вычитаете единицу, то на старшую степень это с классическими как не влияет. Согласны? Согласны? Значит, на самом деле, я зря писал все эти альфы, из-за того, что здесь написано единица, все альфы обязаны равняться единице. Все альфы обязаны равняться единиц. Теперь вопрос. Как найти число Б? Что это? Знаете, ребята, у астрономов, у физиков, есть так называемый принцип антропоцентризма. Слышали про такое? Когда их спрашивают, а почему на Земле не 10 градусов кирина? Или, а почему на Земле не 500 градусов кирина? Они очень просто отвечают. На Земле потому не 500 градусов кирина, что иначе тот, кто спрашивает, уже давно бы не только изжалился, но и испарился. То есть, для того, чтобы был тот, кто задает вопрос, нужно, чтобы условия были минимально пригодны для жизни. Поэтому, когда астрономы начинают спрашивать, а почему мы никак не можем оказаться в центре взрыва сверхновой звезды? Они так и отвечают. Потому что эти события происходят без наблюдателей нашего листа. Понимаете, да? Потому что там такое давление, такая температура, что никакой человек там, в принципе, не выживет. Между прочим, очень много из него следствий, из этого самого принципа вытекает в историю Земли. Потому что если бы там история Земли чуть-чуть по-другому пошла, то нас бы не было. Значит, она шла так. Ну, понимаете, должны были возникнуть, не знаю, там, рыбы какие-нибудь, да? Потому что иначе сейчас нам нечего было бы кушать. Ну, в общем, много чего должно было бы возникнуть. Должны были возникнут леса, чтобы был этот стол, и так далее, и так далее, и так далее. Так в математике бывают ситуации, когда этот самый принцип замечательный сюжет меняется. Дело в том, что я могу сейчас выписать, взять вам вот такую вот табличку. Вертикальный столбец. Вы понимаете, что для вертикального столбца формула Клюков верна? Я напомню, о чем идет разговор. Расстановка чисел для вертикального столбца – это просто 1, 2, 3, 4. Согласны? Она единственная. Она единственная. И если мы 7 фактериалов поделим на произведение Клюков. Так, кстати, какие Клюки? Клюки – это надо в обратном порядке написать, да? Клюки клеток – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На произведение Клюков, то это будет как раз единица. Значит, наша формула, которой сегодня все занятие посвящено, то, что Эх равно К. Она верна для случая. Вот такой вертикальный полост. Более того, наш переход от полости к меньшей, когда мы одну клетку отрываем, он тоже верен. Значит, у нас есть одна ситуация, когда мы знаем, что формула ведет себя прилично. Что она верна. Это ситуация вертикального столбца. Ну, или горизонтальной строчки, но все равно… Хотя, знаете, не все равно. Если бы у меня была горизонтальная строчка, то это соответствовало бы тому, что К – это 1. А когда у меня вертикальный столбец, то это знаете, чему соответствует? Это соответствует такому набору чисел. Такому набору чисел. К – К минус 1 и так далее, двойка единицы. Так вот. Для этого числа формула верна. Причем это число – это никакой метану. Нуль проклятый, который… Скотти, бочкой эксцентры пришли. Нет. Это настоящая единица. Это настоящая единица. И формула верна для этого набора. Значит, бета должно быть таким, как нам нужно. Поняли смысл? Это хулиганское доказательство, на самом деле, ребята. Я ничего не считаю. Я говорю, что у меня есть пример, когда формула верна. И у меня есть общая выкладка. Так вот, чтобы она была верна в одном случае, нам уже нужно, чтобы выполнялся вот так. Чтобы выполнялся вот так, нам нужно, чтобы бета было ровно каким надо. А мы знаем, каким нам нужно открыть. Надо, чтобы оно было. Таким образом, для того, чтобы завершить сегодняшний день, мне осталось только объяснить, почему же любая антисимметрическая функция делится на такое произведение. Ответ. Потеряние безума. Потеряние безума. Потеряние безума. Дело в том, что любая антисимметрическая функция обладает замечательным свойством. Когда у нее два аргумента равны, то она вынуждена равняться нулю. Давайте я напомню, конечно, что такое теория безума. Это один из важнейших фактов алгебры. Кстати, безум – это математика, с фамилией математики. Значит, смотрите, если у меня есть какая-то антисимметрическая функция, если я подставляю два числа одинаковых вместо АВ, то смотрите, это должно быть минус F от ААЦД. По очень простой причине, потому что я поменял местами, знак должен измениться. Значит, вот такое разница должно выполняться. Ну а что такое, что число равно самому себе с обратным знаком? Это значит, это просто нулю. Таким образом, антисимметрическая функция любая обладает вот этим замечательным свойством, что когда вы два любые ее аргумента делаете равными, то функция становится сразу равна нулю. Вот. А что это значит? Это значит, что если вы рассматриваете вот такую вот функцию, внимание, x – это переменная, f – это антисимметрическая функция, а дальше идут b, c и b, то у этого многочлена есть три корня. А именно, x равно b, x равно c, x равно d – это все корни. Потому что если вместо x – это равна, x – это равна, x – это равна, x – это равна, x – это равна. И теорема Бизу власит, что если у многочлена есть корни b, c и b, то многочлен делится и на x – b, и на x – c, и на x – b. Ну вот, это и есть то, что надо. f – многочлен, f – а равна, f – x – многочлен, 0 – член. Ну давайте корень как-нибудь обозначим. А? x1 – отлично, пишите. x1 – корень. Надо доказать, что многочлен делится на x – x1. Да, как это делается? Ш, смотри. Я сейчас… Моги. Сейчас. А где, это какой-то корень? Это да! В том время. И в то же время, вы первую половину доказательства пропустили, поэтому никто ничего не понимает. Доказательство начинается со следующих слов. Берем многочлен f и делим его уголоком на х-х1. Тут получается какое-то частное, делим, 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 и тут получается какой-то остаток. Что означает, что мы многочлен разделили со статками? Это значит, что f от х это есть х-х1 умножить на вот это b от х плюс наш остаток f. И после этого надо вместо х в эту формулу подставить х1. Запишите, кто не знает. Подставить х1. Слева будет 0, а справа будет х1 минус х1 умножить на b от х1 плюс f. Проще говоря, получится, что f равно 0. Так, уговорил? Продолжение следует... Продолжение следует...